Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня на обзоре будет Старково. Свинина кусковая в желе. Приобреталась она в магазине FixPrice. Здесь целых 525 грамм. Правда, я не помню, сколько она сейчас стоит, но если хотите, я потом в закрепленном комментарии напишу. Изготовитель ООО «Союз Логистика». Адрес изготовителя – Россия, Московская область. Ну, Старково, гречка с говядиной была, конечно, фуфло. Сейчас давайте поближе рассмотрим свинину кусковую в желе и прочитаем состав, а также посмотрим, как она выглядит. Консервы мясные, кусковые, стерилизованные. Свинина кусковая в желе – ГОСТ. Состав свинина, вода питьевая, соль, загуститель, карагинан, лист лавровый, перец черный, молотый. Ешек никаких здесь не указано. Массовая доля кусочков бескостного мяса и выплавленного жира не менее 45%. Остальное все, я так понял, желе. Сейчас давайте откроем. Ну, пока что встречает только один жир и загуститель. Давайте выложим, посмотрим, что она из себя будет представлять дальше. Какая-то тут пока что непонятная субстанция. Да, желе, конечно, здесь очень много. Но и смотрите, это все-таки мясо. Да, я думаю, только разогретое состояние нам покажет, что из себя будет представлять эта тушенка. Поэтому давайте греть и смотреть. Да, подперегрел я ее в микроволновке. На три минуты лучше ее не ставить. Ну, смотрите, все желе расплавилось, жидкость, мясо здесь, как и было указано, всего лишь 45%. Но костей пока нет. Жидкость, конечно, это не очень аппетитно выглядит. Сейчас я предлагаю попробовать и скажу, можно ли это есть или нет. Запах, тарелка горячая, не могу взять в руки. Честно вам сказать, запах не очень. Она пахнет, вот если взять мясо свиных голов прессованное и растопить, вот примерно такой же запах. Ну, я все-таки, наверное, рискну и немножко все-таки попробую. Может, она вкусная. Не, запах не очень, сразу говорю. Что могу сказать по вкусу? Вкус у нее какой-то, присутствует какое-то мясо. Ну, вы знаете, наверное, скорее всего, остатки срезаны с костей, чисто вот, как какое-то такое. У меня сразу ассоциация идет. Специи здесь практически не чувствуется. Соли достаточно. Вот эта вот жидкость, которая расплавилась, я вообще не рекомендую. Ее надо либо сливать сразу, либо же просто не пробовать. Ну, само мясо, ну, я не знаю. Нет, скорее всего, я больше эту тушенку не возьму. Но сейчас мы дадим попробовать кошке. Если кошка будет есть, то значит, это офигенный продукт. Смотрим. Мурка, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну-ка. Мурка, что скажешь о данной тушенке? Ну, смотрите, как я и сказал, кошка ее ест с удовольствием. Поэтому за такую цену, я думаю, как кошачий корм, это идеально. Не виска же ей покупать в банках. Ну что ж, друзья. Как вы уже видели, кошка очень довольна. Кошке очень понравилось. Поэтому, я думаю, она стоила очень недорого. Я не помню. По-моему, меньше 100 рублей. Как альтернатива кошачьего корма можно брать. Животным, я думаю, очень даже зайдет. Ну, а для себя, как я уже сказал, в фикс-прайсе не нужно брать эту свиньбу. Нину кусковую. Она, ну, даже только если в голодный год, когда совсем нет денег, тогда, конечно, можно. И на этой не очень радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить большой палец вверх. Подписываться на канал. И ждать следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok